И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в H1Z1 King of the Hill. Да, ребята, это не возвращение Владимира Белочкина, потому что Владимир Белочкин выживал в другом режиме, скажем так. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами вообще о H1Z1, о DayZ, хотел сказать, господи. И её разделение на несколько частей. Теперь в стиме мы обнаруживаем несколько клиентов. Это режим Just Survive и режим King of the Hill, то есть Голодные игры, который был и так, в принципе, назывался Battle Royale. Грубо говоря, то есть в основном клиенте. Теперь это отдельный клиент, и здесь ты можешь, в принципе, попробовать почувствовать себя выжившим, соответственно, в тяжёлой зоне. Давайте я сейчас надену шапочку, надену какую-нибудь маечку, и попробую вместе с вами, ребята, повыживать. Я играю, грубо говоря, второй раз. Я один раз зашёл, посмотрел ещё что да как у нас по оптимизации в игре и так далее. И, грубо говоря, решил сделать запись такую небольшую, посмотреть, сможем ли мы с вами выжить. Посмотрите, там пацан какой-то в маске. Посмотреть, сможем ли мы с вами выжить в этой зоне, как говорится, и стать сильным игроком, я не знаю. На самом деле, я абсолютно крайний нуб, потому что не играл в Itch Van Zet Van очень долгое время. Это первый мой запуск. Спустя, я не знаю, наверное, месяцев восемь, может быть, что-то такое. Иди сюда. Слышь, очкаш ты, блин. Слышь, ты чё, блин? Ты чё, блин? Вот так вот можно подходить, конечно, и, соответственно, общаться со всеми. Кстати, в игре... Ага, у нас пошла загрузка. Пошла загрузка. Так, Battle Royale started. Для тех, кто не знает, как начинается этот режим. Ты начинаешь с парашютом, и тебе нужно найти зону высадки. Зону высадки, оптимальную для тебя. В большой город лучше не лететь, как я это сделал. Сейчас лучше лететь куда-то на окраины. Лучше лететь куда-то, парашютить на окраины, где, соответственно, можно как-то укрепиться, что ли. Сколько парашютов сейчас летит в нашу зону? В нашу зону сейчас летит один парашютист. И он летит в церковь, да, насколько я понимаю? И он летит или не в церковь, или в церковь. Давайте не полетим туда, давайте прилетим вот сюда. И посмотрим, кто еще рядом с нами. Рядом с нами больше никого, ребята. Кстати, сервера бывают тоже разные. Режим зомби, который у меня сейчас. То есть зомби будут нам мешать с вами. И режим без зомби. То есть где чисто игроки. Давайте заберем банданки. Шлем. Шредим. Берем шлем. Берем рюкзак. Берем пистоль и перезаряжаем его. Задача найти сейчас хорошее оружие. То есть такое, как эмочка, либо что-то еще. А можно дробовик, но, конечно, дробовик меня не спасет. Здесь у нас всякие вейстпаки, которые не нужны. Вроде бы никто не начинает стрелять. Сколько игроков на сервере, не знаю пока. Но давайте осмотримся. Так, так, так. Очень сильно лагает, кстати, игра. То есть пинг, задержки большие. Лучше я возьму шлем, потому что шлем не сразу пробивается. А вот эта вот фигня, у нее дюрябы летит больше, да? Если я не ошибаюсь. Но в лицо можно получить сразу. Еще один пистоль, ребята. Забираем. Лучше я вот с этой пилюлькой. Здесь 15 патронов. Кто-то начинает стрелять, ребята. Есть ли кто-то в городе? Давайте выйдем вот сюда. И попробуем найти эмочку. Неужели местные жители не запрятали нам эмочек, ребята? Должны запрятать, сука, эмочки. Наверху. Наверху, сука, был. Привет, сладкий мой. Привет. Так, забрали эмочка есть у него. Так, хорошо. Забираем эмочку. Вот так вот сделаем. Да дропайся. Так, отлично. Бомжара не понял вообще, что с ним произошло. Но у нас есть эмочка. Один из игроков не справился, ребята. Главное слушать. Что там у нас по аптечке? Аптечка есть, да? Шреддимся. Есть ли кто-то на улке? На улке вроде никого нет. Давайте пройдем дальше. Вроде бы все тихо. Там зомбарик стоит. Так, тихо. Выходим, ребята. Задача сейчас найти транспорт. Теперь задача найти транспорт. Игрок. Зомбарь. Задача моя, ребята, найти транспорт, соответственно, чтобы выбраться из этой дичи. И когда зона будет сужаться, моя задача будет выжить. Я сомневаюсь, конечно, что я выживу, потому что я не очень опытный игрок в этот режим. Белочкин у нас вызывал, благодаря манипуляциям, соответственно, в стандартном режиме, без бэтл-рояля. Я не вижу автомобилей. Пошли дальше. Пошли дальше, ептить. Очень опасно. Идем, 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 идем. Меня могут приложить в городе, но в городе никто не стреляет. Так, осталось 40 игроков. Все они где-то есть. Зомби отстали. По полю лучше не бежать. Да и останавливаться тоже нельзя, потому что меня могут найти другие игроки, какой-нибудь снайпер. Но у нас есть темка, ребята. Сейчас мы кого-нибудь приложим. Еще, либо нас приложат. Зомби в городе много. Зомби, кстати, могут выдавать других игроков, соответственно. Так, спокойно. What the fuck, man? Слышите? А, это просто бомж ходит. Забираем патроны. Игроков других я не вижу. Зона пока не сужается. Нужен транспорт. Нужно найти транспорт. Нужно найти транспорт. Вы кого-то видите, друзья? Нет, здесь никого. Хорошо, давайте бежать дальше, ребята. Передвигаться очень аккуратно. Так, я не знаю, лучше стрелять от бедра или не стрелять. Давно механика... Механику еще один за один. Не помню вообще, ребята, поэтому... От бедра или не от бедра, сейчас проверим. Вы кого-то видите? Я никого не вижу. Где же сладенькие могут валяться? Где же... Зомбарь. Че классно в режиме зомби, ребята, именно в голодных играх, это то, что... Ты не знаешь, игрок там или нет. То есть можно притвориться зомби, по идее. Слышите? Рядом с нами никого точно нет. Мне показалось, что кто-то топал наверху. Но я ошибся. Где другие игроки, непонятно. Во всяком случае, пока. 33 игрока осталось. Нам нужен транспорт, друзья. На тебе, сука! Ах ты сука какая, а! Вы все прекрасно видели, да? Гандон какой-то, а, там. Кемперит. Кемперит, сука. Надо его забрать. Я по нему попал, у него там брызнуло просто жесть, ребята. Обойдем вот так с холма и будем его вычислять. Суку эту. Тут зомби. Он пойдет с моста или с какой-то другой позиции. Если пойдет. Сначала он отхилится. Вот, сука, тварь, а! Тихо, маленькая. Где же ты, тварь, а? Так. Вы видите, бомжа? Он мне шлем сбил, сука. Я не знаю, жив он или нет. Но он мне сбил шлем. Спокойно. Я никого не слышу, ребята. И шлема здесь нет. Мне нужна каска. Иначе это ваншот, ванкил. Он был где-то здесь, сука. Нужно восстановить шлем, друзья. Движения никакого не вижу. Нужен автомобиль и шлем срочно. Он был в этом доме, да. Эта сука была в этом доме. Он там зомбар еще слева, да? Машина. Машина в городе. Он уезжает. Он уехал, слышите? Он там зомби и давит, смотрите. Пацан сел и уехал здесь. Слышали, да? Мне бы тачку, ребята, подобрать. Ладно, давайте пробежимся. От третьего лица как-то выгоднее, мне кажется. Нужен шлем. А вон там кто? Там зомбарь. Хорошо, проходим вот сюда и смотрим. Ищем шлемы, ребята. Вот это мне нравится. Так. Мне дали, ребята, какую-то коробку. Осматриваем территорию дальше. За заборами выгодно, в принципе. 26 человек осталось. Сирена пошла. Скоро будет газ, друзья. Уходим отсюда. Так, нам нужна машина. Нам нужна любая машина, которая может быть на территории. Да, токсичный газ, ребята. Пошли, 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 пошли. Да пошла ты в жопу дичь. Тачка нужна. Ребята, срочно нужна тачка. Любая. Где бы она ни была, нам нужна тачка. Пошел газ. Где же вы тварьи? Где же вы тварьи, ублюдки, да? 22 человека осталось. Люди убивают друг друга. Зомби и куча. Идем, 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 идем. Да пошли вы в жопу, зомби. Тачка, тачка, тачка. Я не знаю, где могут быть припаркованные тачки, ребята, к сожалению. В режим, говорю, играю. Считайте. Второй раз. А за последнее время... Ой-ой-ой, вижу, кажется. Нет, не вижу. Говно. Говно, ребята, у нас говнистая ситуация с вами. Вот она, зона газа, кстати говоря. А, вот она, как вы можете видеть. Газ потихонечку приближается. А нам до сих пор нужна с вами машина, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тебе, сука! Ублюдок. Так, еще одного забрали. Хорошо. Доигрался маленький? Доигрался сладенький. Нихера он людей убил, ребята! Вот это гэнгстер. Милитари рюкзак забираем. Ух ты, у него эмочка какая была. Давайте заберем это все. Патроны, патроны забираем. Еще перебинт. Не-не-не-не-не-не-не-не, не надо дропать. На джипе здесь стоял, представляете? Он в этой зоне давно уже стоял. Так, хорошо. Крафтим. Крафтим можем в автомобиле? Можно скрафтить в автомобиле, пока постоять. Крафтим, крафтим, крафтим. Что там по машине? Смотрим автомобиль. Мотор. Спарк Плакс. Все есть, ребята. Машина с топливом и здоровая. Зона, ребята. Зона. Поехали. Поехали отсюда. Еще бы по карте грамотно ориентироваться, друзья. Я-то крайний сильвер. Точнее, я крайний нуб. Поэтому у меня ориентира, к сожалению, такого нет особо. Кренбери это или Плезент Вали? Это не Плезент Вали, это Кренбери. Нужны вывески, либо что-то такое. Потопляку. Потопляку 66%. Подождите, Плезент Вали, что ли? Это Плезент Вали, что ли, ребята? Блин, вот на вас, а. Где мы находимся? Опа! Воу-воу-воу-воу-воу, ребята! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Какой же ты нум! Черт подери! Они же здесь кемперят, ребята! Совсем забыл, друзья! What the fuck! Но, тем не менее... Вот ошибка, да, такая? Не стоило так делать. Сейчас меня пролутает. Давайте посмотрим. Ну, что я могу сказать, ребята? Это интересный спортивный режим. Очень интересный спортивный режим. На мой взгляд, опять же, H1Z1 именно в этой составляющей. Вот я бы мог, в принципе, забрать чувака, если был бы повнимательней. Но, вы видите, сам сел в машину и, соответственно, допустил такие ошибки. Пацан облутал меня и поехал дальше себе по делам. Я давно не играл, поэтому тяжело, как бы, друзья, ориентироваться, если честно. Ну, потому что все забыл, сами понимаете, много месяцев назад. Но, тем не менее, King of the Hill я вам, в принципе, друзья, показал. Как, что это из себя представляет. Мне интересно вообще ваше мнение, друзья, по поводу разделения H1Z1. И если кто-то еще у нас остался, играющий в H1Z1, я нажму, да, еще раз. Интересно, играете ли вы в эти режимы? И что изменилось вообще за Эдзи там 8 месяцев? Насколько баланс поправлен и так далее? Насколько я вижу, сетевая синхронизация в игре сейчас, ну, блин. Это дай боже, как бы. Я не знаю, ну, когда ты стреляешь в человека, ты не понимаешь, да, вообще иногда попадаешь ты по нему или нет. Там кровь, конечно, шматки крови летят, но некоторые сервера есть, что, ну, это вообще просто дичь какая-то. Это очень тяжело. Очень классно мы с вами забрали, забрали скинчик с эмочкой и так далее, но вот убили меня из-за того, что я нубас. Ну, просто давно не играл, в принципе, эти навыки несложно как бы вернуть и... В общем, такая у нас получилась ситуация с H1Z1. Зачем разработчики разделили на две игры, непонятно абсолютно. Вот, поэтому, ребята, сейчас сконцентрируйте внимание, пожалуйста, на моем вопросе. Какой режим вам больше нравится? Где можно выживать, общаться с другими людьми, против зомби, там, строить базы и так далее. Либо вам нравится больше King of the Hill, режим голодные игры, который, в принципе, является очень интересным. Потому что здесь ты выживаешь, здесь ты играешь на внимательность, здесь ты, в принципе, пытаешься что-то сделать. Кстати, есть режимы, King of the Hill, для двух игроков, то есть два человека в команде выживают, да? Есть какой-то катаклизм, не знаю, с чем связан Battle Royale India, тоже не знаю, но мы играли вот Battle Royale Zombies. Это тот режим, где помимо других игроков есть еще зомби. В других вот в катаклизме, по-моему, зомби не бегают, там только настоящие игроки. В общем, ребята, спасибо вам огромное за просмотр, это был King of the Hill, H1Z1, с вами был Шуморо, спасибо вам за лайк, дорогие друзья. Возможно, когда-нибудь еще я сниму, соответственно, серийку, поэтому не стесняйтесь поставить лайк. Ну, а с вами был Шуморо, и всем до новых встреч, удачи вам и успехов! Субтитры сделал DimaTorzok